всем привет вы снова находитесь на канале волдачман и сегодня у нас тема нашего разговора тема нашего выпуска различные удобрения средства для борьбы с насекомыми выбивающими наши комнатные или балконные растения я вам показывал сначала наши кактусы как они росли как за ними нужно было ухаживать может если кто не знал как их поливать потом я показал наш вот этот пестрый китайский фикус сегодня я хочу вам показать вот эти вот некоторые препараты в первую очередь для ухода за растениями чтобы они были пышными красивыми цвели ярко и много вот у меня здесь с этой стороны несколько банок и вот в такой вот баночки у нас удобрение для ухода за геранью многие спрашивают вот в австрии в германии очень пышно растет герань на балконах на подоконниках у людей с чем это связано это наверное земля такая наверно природа такая нифига подобного извините за выражение это удобрения такие тут намешана всякая скажем так питательная смесь для вот этих вот растений которые чтобы росли пышно должны как минимум два раза в месяц удобряться вот этой вот вещью плюс вот такая вот баночка у нас есть тоже можно использовать как для герани так и для обычных балконных цветов вьюнков например или колокольчиков но концентрации вот это вот удобрение в воде я потом еще подойду сейчас я потужу другие баночки так стороночку сюда вот это вот у нас баночка для ухода за орхидеями вот в такой вот баночке продается удобрение она тоже размешивается в воде и поливается поливать нужно как максимум один если вот если мы касаемся ухода за орхидеями поливать нужно с таким удобрением ну как максимум вот именно по максимуму один раз в месяц именно с таким удобрением потому что орхидея это очень такой нежный цветок и этому цветку и погодные условия могут не подходить температурные условия могут не подходить может не понравится то где он стоит этот цветок очень такой вот восприимчивый окружающей среде и потом мне вот такой вот есть так это уже у нас не удобрение это у нас так по удобрением я вот показал свои баночки вот эти вот если что потом расскажу покажу дальше если у кого-то возникнут вопросы сейчас давайте мы перейдем к мелким паразитом вредителем для там там подобные красные вот эти вот лишки там серенькие черненькие вот эти вот ножки как с ними бороться обычными домашними средствами можно конечно можно вот у меня здесь посмотрите внимательно это отработанный перемолотый кофе вот после того когда кофе заварили с кофеварки с фильтра сбросили сюда кофе кофе остывает и его можно потом аккуратненько посыпать как вот порошочек в землю в цветы и чуть-чуть перекапывать и поливать как я уже говорил ранее порошок этого кофе очень хорошо влияет на рост растений укрепляет корневую систему придает им скажем так энергии и ну и естественно дает стимул к жизни как раньше говорили вот что кофе животворящее делать вот ну это касательно кофе теперь давайте мы перейдем вот таким вот вещам вот смотрите видите это у нас тут такие звери мелкие такие паразитские кли которые ну скажем так невооруженным глазом иногда бывают и не видны потому что они могут прятаться в стиль под стебельками могут прятаться в соцветиях могут прятаться под листиками и хозяева и садоводы любители садоводы не всегда могут заметить вот этих вот паразитов в начальной стадии их скажем так вот это вот атаки нападения на ваше растение поэтому существуют различные средства различные концентрированные препараты по уходу за комнатными или балконными растениями и для борьбы с вот этими вот паразитскими мошками вот такая вот банка так это давай в стороночку так то берем вот такая вот у нас баночка ее можно сразу а тут уже готовый концентрат его не надо ни с чем разбавлять просто-напросто открыл пшикалку взболтал и опрыскиваешь ствол растения листья веточки ну минимум один раз в неделю это нужно делать летом потому что если один раз появилась вот эта вот тля мохнатая как они да вот именно вот это вот называются они щита ну если перевести на русский язык щитовые и шерстяные тли маленькие такие вот типа колюченькие такие противные они действительно противные мелкие но можем коровкам нравится поэтому вот это вот уже готовый концентрат который можно просто-напросто открыть крышечку и взболтав опрыскивать им растения есть еще другие концентраты например вот такой вот концентрат этот используется у нас против вот как я говорил в видео о кактусах против вот этих вот таких траурных мушек этого концентрата нужно взять всего на все 45 капель на литр воды вот из я допустим использую дома у себя вот такую вот поливалку брызгалку для того чтобы размешивать концентрат или вот такую чем отличаются вернемся концентратом чуть позже чем отличаются вот эти вот брызгалки это просто нужно давить загоняя воздух в баночку надавить на этот курок и тогда будет идти струя воды а вот эта же банка интересно тем что набрав сюда концентрат в воду удобрения или еще что-нибудь вызов закрываете и нагнетаете воздух создавая давление после этого вот на такую кнопочку вы нажимаете и регулируя вот этим вот носиком вот этим вот носиком вот видите вот такой носик регулируя этим носиком размер струи можно сделать прямую можно сделать пузырчатую можно сделать конусовидную вы отрегулировав размер струи спокойно поливаете ваше растение время от времени нагнетая больше воздуха создавая давление в резервуаре так вот четыре капли четыре пять капель вот этого вот концентрата на литр воды и один раз в неделю опрыскиваются наши растения стволы растений и земля вокруг растений для того чтобы вот эти вот траурные мошки не заводились и чтобы естественно уничтожить их личинки которые будут находиться в земле если вдруг они там сделали гнездо очень сильный концентрат попадает на руки нужно сразу же мыть руки с мылом потому что он разъедает кожу и становится действительно неприятные ощущения и потом вот такой вот у нас очень интересный концентрат для ухода за растениями за комнатными за балконными растениями для чего нужен именно этот концентрат с таким вот удобрением он нужен для борьбы с мелкими паразитами которых мы к сожалению невооруженным глазом не видим но если вы допустим обратите внимание на улице когда на дереве много листиков 12 листочка в каких-то местах имеют пятнышки пересохшие пятнышки просто просохшие ну мало ли вдруг там градом подел или еще что-то это побил не град это они называются если перевести их на русский паучьи паучьи клопы что-то такое вот примерно так то есть они настолько маленькие что и невооруженным глазом их заметить практически невозможно что они делают они забираясь на листочки ваших растений просто-напросто находят вот это вот потоковый скажем так нерв листика перегрызают его выпивая оттуда сок выпивая оттуда все вот эти вот питательные вещества которые нужны растению для того чтобы она распушилась красиво цвело и на этом месте потом образуется действительно пересохшая пересохшая площадочка разрастаясь потом больше и больше и становясь обычным серым пятнышком на листике одно такое два таких пятнышка на листиках уже должны стать сигналом тревоги о том что у вас в доме у вас на растениях появились вот такие вот паучьи вот эти вот клопы скажем так и этот концентрат именно этот концентрат действует против вот этих вот маленьких паразитов точно так же как вот это первый нужно взять 4 5 капель этого концентрата но уже на 2 литра воды потому что он очень сильный конечно можно взять две капельки но наш человек привык тому что если брать так уж брать блин чтоб чтоб руки отрывала несешь а муж свое поэтому так вот три-четыре капельки на 2 литра воды и опрыскивается ствол и опрыскивается все вот эти вот листочки вашего растения для того чтобы уничтожить или яйца вот этих вот мелких клопов паучьих клопов или их самих уничтожить и делать это нужно один раз в неделю в том случае если действительно у вас на растениях появилась скажем так среднее количество вот этих вот серых пятнышек мы обратились как-то в магазин мы думали сначала ну не хватает воды растению мы поливали больше мы взрыхляли землю мы добавляли различные удобрения но это ничем ничем не помогало и когда мы обратились в магазине за помощью принеся с собой кусочек вот такого маленького растения показали одна молодая продавщица сразу сказала стоп у меня есть средства против вот этого дряни это тот она достала книгу каталог раскрыла как раз на фотографии в каталоге точно такие же следы вот это вот нападение вот этих вот паучьих клопов на растения как и у нас и она нам предложила вот эту вот вещь значит по ценам в ценовом эквиваленте вот это вот маленькая вещица которая действует против вот этих каких травмных мошек вот это вот против вот этих паучьих клопов каждая такая стоит маленькая баночка вот я сейчас вам покажу ее такая маленькая баночка стоит 15 евро это довольно таки дорого по сравнению с тем сколько стоят обычные удобрения вот такая вот банка с удобрениями для цветов огородных цветов балконных цветов стоит по моему от трех до пяти евро вот это вот для герани стоит тоже около 3-4 евро вот это вот для орхидеи по моему стоит шесть или семь ну а все что касается ядохимикатов она действительно дорогое дорогое но очень эффективное поэтому здесь кстати у нас на вот этой вот банке с удобрением есть такая прозрачная шкала и мы видим сколько у нас удобрения осталось вот это вот это мы разбавляем по одному колпачку на полтора два литра воды по колпачку и поливаем один раз в неделю кстати маленький секрет для тех кто любит красивый вот эти декоративные перчики чили жгучие классные обалденные я их тоже обожаю но последнее время я просто перестал их выращивать потому что я не успеваю съедать то количество этих перцев которые они выбрасывают у нас дома несколько банок с этими перчиками их очень много раздаривал своим знакомым раздаривал коллегам уже сухом состоянии и поэтому пришлось прекратить пока временно выращивать эти перчики потому что действительно если просто поливать их водой они растут они растут но вы не поверите именно вот это вот удобрение которое для обычных огородных цветов садовых цветов пол колпачка на литр воды в горшочке с этими перчиками через две недели у вас цветочков от этих перчиков ну вот как вот на дереве на яблоне как на вишне когда она цветет вот такой колоссальный эффект от такого удобрения и как вы заметили или можете потом заметить от этих удобрений именно от удобрений никакого вреда в первую очередь вам и растением не будет ну а теперь так это я убираю сюда в стороночку так вот чтобы не совсем но чтобы было видно теперь мы перейдем к нашему кофе вот пожалуйста порошок получился и как я уже говорил этот порошок кофе да вот он влажный он может быть просушен это уже не имеет особого значения вы просто-напросто берете горшок с цветком насыпаете можно обильно насыпать вреда не будет потому что растение возьмет только то количество вот это вот питательных веществ этих энергетических веществ с этого порошка сколько ему нужно все остальное просто-напросто останется дальше вот лежать насыпаете этот порошок на землю берете аккуратно или маленькую лопаточку или вот как я показывал как бамбуковая палочка делаете маленькие отверстия в земле протыкаете перемен просто так аккуратно пальцем или тоже ложкой по цветочную вокруг цветка по земле просто разрыхлить чтобы крупинки вот этого кофе попали и в те канавки ямочки и потом просто-напросто поливаете эффект от кофе действительно можно сказать как вот любят некоторые говорить бюджетный вариант эффект примерно такой же как от таких вот удобрений разница только в том что кофе помогает нам вернее нашим растениям расти набираться сил набираться энергии выбивать в рост а эти удобрения которые предназначены для определенных видов растений содержат себе еще скажем так витамины и минералы необходимые для поддержания жизненной энергии наших цветов вот в принципе и все что я хотел вот так вот коротко вам рассказать о удобрениях о концентратах для борьбы с паразитами и о тех баночках которые мы используем дома для опрыскивания цветов для полива цветов если конечно вам понравилось это видео можете поделиться им с друзьями оставить лайк задать какой-нибудь вопрос или поделиться своим опытом борьбы с различными паразитами насекомыми которые побивают ваше растение будем общаться будем ждать вашей реакции не забудьте подписаться на этот канал всем удачи пока